элька дочка привет сегодня решил записать тебе видео про свой автомобиль он видишь там в кустах прячется сейчас подойдем посмотрим поедем покатаемся я вообще люблю кататься на машинах давно хотел получить права когда был маленький ну когда получил когда получил и вот сначала у меня была одна машина mazda зеленая красивая на ней прокатался два года и и все потом купил вот эту и до сих пор на ней катаюсь она мне очень нравится поэтому запишу тебе чтоб ты тоже видела ее на видео можете тоже понравится посмотри реально красиво вот такая вот немецкая машинка черная вся с красивыми дисками она старенькая но выглядит современным сейчас двадцатый год ее сделали в 2000 году вот эту конкретную машинку вообще этот дизайн появился давно давно я подожди попрос направлю чтобы лучше было видно вот да красивая правда вот она мне сразу понравилась я понравилась и купил а сейчас катаюсь и радуюсь так что если будешь покупать себе машину покупай то что нравится тогда тебе всегда будет приятно вот так она выглядит сбоку все черная салон не белый и очень уютно в ней сидеть можно и спать и есть вообще я когда я когда я катался везде по всему миру можно сказать вот ноги можно доехать на машине был на ней ванга и турции в европе в россии в на севере ты на ней тоже каталась еще покатаешься сейчас поеду домой а там потом поедем на ней в липаю липая городе то родилась так уютненько сиденья такие приятные сейчас подожди камеру с ним покажу тебя немножко салончик такие сидюшки тут можно сумку положить там еще интересно сзади такие шторки есть они закрываются и от солнца можно прятаться еще люк есть смотри да такой панорамный можно открыть его вообще хорошо будет машин много хороших да ну вот это надо для меня такая особенно потому что как-то понравилось и все я такой человек что если я что куплю я на ней катаюсь катаюсь пока она катается и нормально мне вот так подожди поставлю теперь ты сможешь видеть а я поеду он завел двигатель у нее двигатель 2 и 5 литра рабочий объем так говорят бензиновый бензин туда заливать надо такой хороший двигатель он как он называется по по коду м54 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 очень очень надежный надежный двигатель вот заглох потому что сцепление отжимать не умею вот сейчас поеду я вообще люблю кататься на машине меня хлебом не кормили к я могу просто сесть поехать куда-нибудь вот сейчас этот вирус идет нельзя никуда из страны выехать а когда закончится я обязательно куда-нибудь поеду там какую-нибудь далекую страну покататься я же на этой машине был много где у нее сейчас пробег пробег сколько она проехала здесь такой одометр есть тут он показывает и 485 тысяч девятьсот километров а когда я купил это было десять лет назад пробег был сто семьдесят одна тысяча ну сколько я проехал можешь посчитать ты же нас математику наверно уже вышел вот так вот здесь радио есть руль такой очень удобно он когда начинаешь ехать он легко крутится а когда набираешь скорость он так потяжелее начинает крутиться потому что специальный механизм сделан чтобы легче было управлять вообще эта машина сделана довольно хорошо на то время она была сделана в 2000 году сейчас 2020 а я ее продавать не хочу я хочу на ней кататься тебя на ней катать хочу там даже сиденье детское есть там можно просто взять так задвинуть как-то и будет детское сиденье оно встроено внутри я тут сделал радио через bluetooth такая есть специальная штучка можно установить специально для этой машины и теперь я могу взять мобильник подключить телефон к машине и слушать радио или звонить очень удобно вот поехал тут в лес поснимать я вчера в гараже копался с этой машиной надо было фару поставить я хочу бампер снять и вентилятор поменять один два вентилятора в нее один вентилятор барахлит я уже теперь сам разобрался когда я покупал эту машину я консультировался больше с мастерами с мастерами ездил по сервисам потому что сам ничего не понимал ну поскольку поскольку а сколько уже десять лет прошло научился многому сам могу все поменять ну не все вообще-то в принципе все если так в принципе я уже понял только надо гараж хороший у меня ямы нету иногда времени мало работать много приходится работа у меня связана с преподаванием поэтому надо как-то выбирать поэтому она у меня стояла эта машина долго нужно было поменять фары ну как снять фары отреставрировать потом поставить и это все занимало время сейчас она вообще в идеальном состоянии поехал на техосмотр и прошел его сразу и ни одного замечания нет то есть можно кататься она очень хорошая едет по таким дорогам что я сейчас езду надо ехать медленно а если выехать на трассу я один раз съехал на этой машине быстро быстро в прошлом году разогнал ее до 200 км в час и знаешь что случилось лопнуло колесо это так лопнуло что мне страшно стало я еле вырулил ее у нее было все отрегулировано развал схождения был сделан это очень важно особенно на таких машинах развал схождения чтобы был чтобы колеса была отбавлена значит еду такой и слышу пах не знаю сначала что произошло потом до меня доходит что на колесо лопнуло и надо было ехать на 200 км в час там автобан там три полосы хорошо что никого не было сзади я из одной полосы в другую перестраивался реально было страшно потом вырулил там стал тормозить и тормозить потому что ее уже чуть ли заносит и она так затормозит но она молодец эта машина меня спасла можно сказать она вот вырулила потому что ситуация такая была страшная-страшная хорошо была запаска поменял все поехал дальше колесо было все порвано все вообще вся покрышка была порвана так интересно посмотреть было бы тебе я бы тебе показал у меня фотографии есть я тебе покажу но никогда так не делай это видишь 200 км в час такая скорость у нас там в Латвии не разгонишься а в Германии можно ну и как бы все сделано все хорошо едет но видишь она вырулила ну это много приключений с ней было Элька много я один раз в ней спал да несколько раз я в ней спал я едешь куда-нибудь на далекие расстояния и думаешь а что надо поспать не хочется никуда заедет там два часа поспишь и дальше едешь потом еще два часа поспишь и дальше едешь когда сколько мне было я купил мне 27 наверное да и вот я тебе скажу да вот просто нравилось ездить и ездить и все где меня только не носилось конечно зато есть что вспомнить рассказать и вот так смотришь на карту например там видишь там был там был много очень воспоминаний это здорово так что вот так я тебя тоже как-то свожу куда-нибудь с удовольствием свожу и как тебе сказать в Сокертайм себе покажу тебе я много где был много знаю что просто показать тебе так что давай переустроим о выехали на нормальную дорогу ну опа сейчас можно разогнаться немножко но тут сразу город сейчас сегодня поеду в Лейпайку Лейпайку да но я говорил уже у этой машины в принципе вот все сделано так для человека что вот все нравится она вот старенькая уже а комфорта в ней очень много и менять на что менять неинтересно вообще мне вот она нравится и я буду на ней кататься пока она едет потому что я уже всю ее выучил всю ее знаю так и мне интересно вот когда что-то ты знаешь одну из машин вот по ней можно изучать все мне нравится что-то новое все время изучать и вот эта машина дает мне возможность поизучать как встроен автомобильные автомобили как в них все работает это интересно интересно что тебе сейчас нравится ты тоже если тебе например нравится что-то ты занимайся этим и тогда будет интересно мне самому нравится в машине покопаться я могу в гараж пойти там подделать покрутить гаечки посмотреть вчера он приятель приезжал мы с ним к компьютеру подключали машину его у него тоже BMW X5 такой жипик он похож на эту у нас пятая машина а у него X5 полноприводный тоже очень красиво похоже но на базе сделано она тихо едет очень приятно так и еще знаешь салон такой красивый этот потолочек черный люк есть вот не знаю люк видно не видно видишь люк есть да там вот салончик такой черненький салон ну как бы сам а сам светлый создается такое приятное впечатление ну приятно ехать на ней только когда жарко если кондиционер не включишь то то здесь жарко если наверное летом да то есть вентиляция сидений бы хорошо было бы если бы была но она разгоняется хорошо скорость держит тяжелая такая ну короче мне нравится одним словом и вот вот так вот такие вот дела вот нравится и все вот катаюсь вот сейчас еще у нас тойота есть тойота тоже классная машина потом про нее расскажу покажу тебе а это вот такая вот старенькая но удаленькая и очень даже красивая я сейчас приеду домой и мы поедем 200 километров в город где-то родилась там море как-то надо будет надо будет тебе видео заснять я же там еще не был давно был последний раз и все получается снимаю тебе в городе Рига в городе Рига а так сниму тебе в городе Рига по дворам катаюсь сейчас доеду до дома ну почти уже доехал тогда тогда так пока пока ну что пока да пока это потом еще как я хочу я хочу тебе рассказать про эту машину много но вот как-то время уходит и время уходит и уходит и уходит надо уже ехать в липаю надо то все ты мне звони как-нибудь звони мне или съезжай со мной поехали со мной в липаю поедем в этой машине сядем с тобой прокатимся и вообще будет здорово будет так классно вот а так счастливо не скучай там да пользуйся моментом живи радуйся жизни потому что вот вот я вот тоже думаю правильное дело что путешествовал везде раньше когда была возможность сейчас вот даже толком не попутешествует а раньше можно было туда туда поехать нехорошо много впечатлений есть много есть чего вспомнить это же здорово так что элечка так что так вот поставлю сейчас удобно вот дом наш наш дом ну вот ладно элька целуй тебя пока